В итоге работы за 2022 год озвучили представители Департамента агентства по делам госслужбы и филиала Академии госуправления при президенте. Как проходит обучение государственных управленцев и какие новшества в этой сфере появятся уже скоро, расскажем далее. Сейчас проводится большая работа по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из нее. Для полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система ЕКИЗМЕТ, на базе которой уже с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора. В рамках упрощения процедуры увольнения с государственной службы введена возможность оперативного принятия кадровых решений, исходя из эффективности работы сотрудника. В частности, по результатам ежеквартальной оценки эффективности работы государственного служащего, если работник два квартала подряд имеет неудовлетворительную оценку, принимается решение о его переводе на другую вакантную, нижестоящую должность. Если вакантной должности не окажется, то будет принято решение об увольнении. В Восточно-Казахстанской области насчитывается 367 государственных органов. Согласно статистике, 33% из 3614 сотрудников составляют мужчины и 67% – женщины. При этом 17% – молодые люди до 29 лет и лишь 3% – пенсионеры и люди предпенсионного возраста. 91% из сотрудников имеют высшее образование. Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих – это ключевой элемент развития человеческого капитала. При новых инновационных подходах к обучению слушатели преобладают продуктивные творческие задания, требующие развития активности, мобильности личности, нестандартности мышления. Основными задачами обучения были не только профессиональные совершенствования, но и активизация процесса личностного развития. В 2022 году обучение прошли более 4000 человек. Я думаю, что в целом итоги 2022 года были очень значительными. В частности, я бы хотел сказать, что в этом году особым направлением нашей работы – это было обеспечение и обслуживание системы повышения квалификации и переподготовки государственных служащих. Далее мы внесли определенный вклад в развитие штатных участковых избирательных комиссий. В 2022 году было две избирательные компании, которые мы вместе с областным территориальным избиркомом обучали на базе филиала. Дальше важным направлением в этом году была и подготовка, и повышение квалификации депутатов-маслихатов разных уровней – Восточно-Казахстанской области и Абайской области. Сергей Ковалев говорит, что на 2023 год запланировано несколько перспективных проектов по обучению государственных служащих, и работа в этом направлении будет продолжена.